Руководство Дискуссия была очень конструктивной и откровенной, и это важно. Мы готовы к критике, мы готовы к различным инновационным решениям или предложениям. И, исходя из услышанного, можно говорить о том, что Латгаля поддерживает эти проекты. Благодаря этим проектам в будущем может возрасти грузооборот через так называемые наши латгальские ворота – Резакна. Также это даст экономический рост. Представители самоуправления были единодушны в своей оценке проекта. Вложение огромных инвестиций в инфраструктуру однозначно положительно отразится на развитии региона. Причем 38% инвестиций планируется освоить местными предпринимателями. А именно, деньги пойдут на оплату труда, материалы, технологии. Понятно, что все основные работы будут производиться на территории Латгальского региона. И понятно, что очень большая часть всех проектных затрат будут оставаться в регионе. Это первый эффект. Конечно, это для людей, для работы, для налогов. Это очень позитивно. Ну и второе, конечно, надо смотреть все остальные социально-экономические результаты от этого проекта. Потому что и интенсивность поездов, и, скажем, то, что мы переходим на для среды благополучного другого вида транспорта. Это очень важно. Там, где приходят инвестиции или капитал, они всегда, часть остается. Это не только измеримо, что у тебя в кошельке. Это госбуджет, скажем так далее. Но это ближайшие, которые даже не связаны с этим проектом. Это питание, проживание, все остальное. Проект электрификации позволит грузоперевозчикам снизить затраты на эксплуатацию и энергопотребление подвижного состава почти в два с половиной раза. Это повысит конкурентоспособность транзитного коридора Латвии на международном уровне. Также в выигрыше будет и экология. Я думаю, что выигрыш от проекта будет весь регион. Деньги будут вложены как в инфраструктуру, так и в окружающую среду. Мы переходим от засорения к безвредному транспорту. И это очень важно. Особенно это важно для таких городов, как Екапилс, Резакнадагопилс, где железная дорога пересекает центр города. Во время обсуждения был поднят вопрос о рабочей силе. С предстоящими переменами требования к уровню образования работников железной дороги изменятся. И уже сейчас понятно, что предстоит обучать новых специалистов. Ко всему прочему, главы самоуправлений надеются, что реализация проекта поможет снизить отток работников из региона. А возможно, для кого-то даже станет поводом вернуться на родину из-за границы. Мне, как члену Совета по надзору Резакненской свободной экономической зоны, было очень интересно услышать видение развития. Я думаю, этот проект принесет благо всей Латгалии, не только Резакна и Дагопилсу. Благодаря проекту будут создаваться новые рабочие места. У предпринимателей появятся новые возможности, как, например, производство какого-нибудь продукта для этого проекта. А также для проекта «Райл Балтик», поскольку электрификация имеет отношение и к этому проекту. Сейчас предприятие проводит закупочную процедуру. Первый этап проекта должен быть реализован до конца 2023 года. Общие затраты на его реализацию составят 441 миллион евро. Это деньги из фонда Кахезии ЕС, а также финансирование Латвийской железной дороги. Кроме того, в ближайшие годы в Дагопилсе и крае будет реализовано еще два проекта. Строительство парка приема поездов и модернизация сортировочной станции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Документы подписали главы профсоюзных организаций Савелий Семенов с латвийской стороны и Валерий Стромук с белорусской. Железная дорога, она не может быть одной, то есть не может быть железной дорогой Латвии, не может быть железной дорогой Беларуси. Она должна быть общей, то есть когда мы будем общаться, когда будут двигаться грузы, тогда и мы будем все вместе. Мы будем зарабатывать деньги и наши работники будут получать достойную зарплату. Поэтому вот сегодняшнее подписание, оно говорит о том, что мы, как профсоюзные работники, будем способствовать тому, чтобы железнодорожное сообщение между Республикой Беларусь и Латвией было как можно больше. Соглашение предусматривает сотрудничество в разных направлениях – организация совместных семинаров для профсоюзного актива, специалистов, экспертов, защита интересов и трудовых прав членов профсоюза, оказание методической помощи, а также организация совместных мероприятий. У нас сегодня традиционно есть так называемые накладные плечи. Сегодня полоцкие бригады доезжают до Даугапилса. Это уникальное явление, мы его сохранили, это выгодно обеим сторонам. И мы сегодня подписали этот договор, чтобы как-то способствовать улучшению взаимодействия и укреплению этого коридора, укреплению его конкурентоспособности. То есть мы, как профсоюз, даем идеи, которые потом реализуют уважаемые работодатели. В договор также включен пункт о поддержке технического развития, а именно строительство вторых путей, электрификация и модернизация автоблокировки железнодорожного коридора на территории обеих стран. Латвия, Беларусь, Украина находятся в девятом транспортном коридоре европейском, то есть это Балтийское и Черное море, сообщение. Поэтому, конечно же, если этот полностью коридор будет электрифицирован, это, наверное, притянет определенные потоки грузов и так далее. Белорусская страна строит атомную электростанцию. Я полагаю, что они ее построят, как бы там кто ни говорил, но да. То есть и там появляется дешевая электроэнергия, это даст возможность на этом коридоре ввести грузы более, так сказать, по дешевым ставкам, нежели это на дизельной тяге. Тесное сотрудничество между Белоруссией и Латвией происходит на всех уровнях, начиная с правительства, министерства сообщения, железных дорог и заканчивая профсоюзом. Иерархии здесь нет, есть всестороннее сотрудничество. И если мы держимся рука об руку, коридор из Белоруссии в Латвии должен работать на хорошем уровне. И это мы видим по полугодовым показателям. Объем груза из Белоруссии по сравнению с аналогичным периодом вырос на 58%. Это фантастическая цифра. Стоит отметить, что в первом полугодии почти на полтора процента выросли и общие показатели грузоперевозок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Традиционно день железнодорожника работники концерна «Латвия Сделседж» из Латкалии отмечают на профсоюзной базе Вырогна. В этот день принято чествовать железнодорожников за их многолетний и профессиональный труд. Почетные грамоты и знаки вручаются как от концерна «Латвия Сделседж», так и от Министерства сообщения. Всем железнодорожникам от сердца привет. Это наш день. Это железнодорожный день. Мы вместе с семьями. Здесь отдыхают все железнодорожники с семьями. Это очень важно. И что очень важно, что мы передаем всем привет, который сегодня работает. Поэтому кто-то должен работать. Железка работает 24 часа в сутки. Это означает, что я надеюсь, что в следующем году кто-то, кто работает, будет здесь. Кто-то здесь отдыхает, работа будет туда. Самое главное, чтобы у нас были объемы, чтобы была стабильность. А сегодня этого и все есть. И я уверен, что в будущем вместе команда сделаем то, что только пойдем выше. В этом году почетные грамоты и знаки были вручены 18 работникам Латвийской железной дороги из Латкалии. Это специалисты, работающие в разных сферах. Инженеры, обучающие инструкторы, электромеханики, мастера, диспетчеры, операторы, охранники. Стаж работы на железной дороге Латвии каждого из награжденных насчитывает уже не один десяток лет. День железнодорожников всегда самый важный день, так как этой работе, профессии этой посвящено большую часть жизни, можно сказать. Конечно же, вся наша семья на этом, ну скажем так, заточена, что ли. Ну и естественно, для нас это очень большой, великий праздник. Каким быть надо работникам, железнодорожникам, чтобы заслужить награду от руководства? Да просто к работе надо относиться по-нормальному и работать, вот и всего лишь. Ничего особенного. И ответственный, и ответственный, конечно. Спасибо руководству, спасибо коллективу за оценку нашей работы. Железная дорога дала развитие, как и профессиональное, социальное, житейское. Это наивысший класс, можно сказать, развития человека. В преддверии дня железнодорожника в Реге была вручена почётная грамота и памятный знак в виде «Золотого паровоза» член управления ЛДЗ «Инфраструктура» Валдемару Далецкому. Он стал вторым в стране, кто удостоился высочайшей награды от концерна. Данная награда была учреждена два года назад. И первый её обладатель также из Латгалии. Экс-руководитель Дагустовского участка эксплуатации Владимир Лобецкий. Оценили 49 лет работы на железной дороге вот такой огромной наградой, высокой наградой, высочайшей наградой. Поэтому я руководству дороги благодарен. И я думаю, что я их за это время ни разу не подвёл. Помимо слов поздравления, глава концерна «Латвия-Сделстедж» Эдвин Бердинш передал обещание премьер-министра Мариса Кучинскиса, что 5 августа непременно станет официальным днём железнодорожника в календаре Латвии. В преддверии нового учебного года концерн «Латвия-Сделстедж» при сотрудничестве с фитнес-тренером Каспарсом Осоланьшем запустил компанию, чтобы в очередной раз напомнить жителям Латвии, и особенно детям и молодёжи, о правилах безопасности вблизи железной дороги. «Латвия-Сделстедж» подчёркивает, борьба с поездом является неравной и бессмысленной. Ситуации на железной дороге бывают разные. Бывают случаи, что человек, пересекая пути в неположенном месте, спотыкается и падает. Бывает, что пересекает железнодорожные пути в наушниках, при этом ещё и смотря в телефон. Также при виде поезда пытается быстрее перебежать. И при таких ситуациях люди погибают. Согласно статистике «Латвия-Сделстедж», в 2017 году в Латвии на железной дороге произошло 30 несчастных случаев. 23 человека погибли, 9 получили травмы. За первые 8 месяцев нынешнего года произошло 14 несчастных случаев, в которых погибли 9 и были травмированы 5 человек. В целом, статистика несчастных случаев на железной дороге сократилась. Однако основными причинами подобных происшествий по-прежнему остаются человеческая невнимательность, переоценка своих сил и несоблюдение правил безопасности. «Латвия-Сделстедж» напоминает, железную дорогу можно пересекать только в положенных для этого местах, соблюдая принципы безопасности и убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Редактор субтитров А.Семкин